Освобожденные спустя 30 лет от оккупации села Газахского района посетили журналисты. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службы Азербайджана. Представители СМИ уже побывали в селе Гызыл-Гаджилы, а сейчас они находятся в селе Баганис-Айрым. Моя коллега Пиари Дунья Малиева к нам подключается. Пиари, добрый день. Телли, здравствуй. Да, ты верно отметила. Съемочная группа CBC находится близ села Баганис-Айрым Газахского района. А именно мы находимся на пограничной заставе, где 4 дня назад был поднят государственный флаг Азербайджана. Отмечу, что сегодня группа журналистов совершает визит в освобожденные 4 села Казахского района. Баганис-Айрым-Ашагы, Аскепарах, Эйремли и Гызыл-Гаджили. Отметим, что в результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 километров. Таким образом было обеспечено возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района. 24 мая территории сел были взяты под контроль государственной пограничной службой. Эти села, как и другие оккупированные города, деревни, испытали на себе все ужасы армянского вандализма. Начиная с марта 1990 года армянские вооруженные отряды обстреливали приграничные села Газахского района. В ночь с 23 на 24 мая 1990 года армянские оккупанты вторглись на территорию Газахского района. И безоружных местных жителей обстреливали в упор. Им пришлось бежать в села, ближние соседские села и леса. Армянские захватчики начали грабить их дома, преследовать жителей и сжигать их заживо. Семь сельчан, отмечу села Баганис-Айрым, были подвергнуты жесточайшим пыткам и брошены в огонь. Самому младшему жителю из сожженных был двухмесячный младенец, а самым старшим был 70-летний мужчина. Еще два человека были застрелены. Во время этой трагедии из 100 домов 11 были разграблены. Затем армяне оккупировали села Ашагы, Аскипара, Хейремли, Газелгаджилы. До оккупации, отмечу, что в селе Баганис-Айрым проживали 450 человек. Здесь находились 101 дом и 113 хозяйств. Население имело собственный скот, количество мелкого рогатого скота составляло более 300 голов. В основном население занималось сельским хозяйством и пчеловодством. Отмечу, что Баганис-Айрым был первым азербайджанским селом, подвергнутым оккупации и геноциду со стороны армян. Ну что ж, Телли, у меня на этом все. Студия, вам слово. Спасибо большое. Пиаридуня Малиева к нам подключалась. Пиаридуня Малиева к нам подключилась.